Пошли прогуляемся, 3 мили от моего дома. Данёк взял машину и поехал на баскетбол, объясняю. Я говорю, Данечка, как только приедешь, сразу мне позвони. Хорошо, хорошо. Я говорю, как будешь выезжать оттуда, тоже мне, пожалуйста, позвони. Хорошо, хорошо. Точно позвонишь? Точно позвоню. Уехал, и ни звонка, и ничего. Семь раз звонила, бесполезно. Я встала и пошла. Так что, с одной стороны, надо его поругать, а с другой стороны, спасибо, Данёк. Бабушка хоть растрясёт свои косточки. 5 километров пройдусь. У меня показал на GPS, 30 минут я буду идти. У меня ноги длинные, я могу и 25 идти. И вообще же я уже не устаю. Я могу хоть 100 километров идти. Ну, понятное дело, без жары, конечно, на солнце нет. А вот так, такая погодка, прохладненько, хорошо, с удовольствием. Кто-то купил школьный автобус и использует для своих каких-то целей. Это они, высоковольтные линии электропередач. Вот они. И вот она, школа сразу идёт, middle school. Я как-то напугал меня от этого элемента внезапности. Он сзади кричит. Watch, watch for the ride. Я такая, оу, меня в сторону как кинуло. Боже, как же ты меня напугал, засранец такой. Я понимаю, что как бы, это, ну, так вот неожиданно. У меня Даня так ходит. Даня по дому ходит, его вообще не слышно. Я такая, мол, оборачиваюсь, возле меня стоит. У меня такой ужас. Я такая, Даня, пожалуйста, не ходи так тихо. Как-то сегодня я ему говорю, Данёк, всё, я устала. Говорю, я на тебя колокольчик повешу. Куда это? Он так, он такой тихушник. Он так тихо передвигается, вообще бесшумно. Я что-то делаю, делаю, раз голову перернула, такая, аааа. Думаю, боже, какой кошмар. Даня, ты меня доведёшь до инфаркта. Уже фонари горят, несмотря на то, что только начало 8-го. Вот она, наша школа, middle school. Детвора могут сюда выходить, подышать воздушком. И нет выхода на трассу. То есть всё закрыто, чтобы, не дай бог, никто не выскочил на трассу. Озеро такое симпотное. Несколько лет тому назад кто-то, видно, ремонтировал, что-то делал. Кто-то на крыше какой-то из работников. Что он там делал, бог его знает. И он оставил там какой-то чемоданчик с инструментами. Боже, что тут было. Я просыпаюсь утром. Я думала, началась война, честно. Я думала, началась война. Вертолёты летают. Они летают, они так стоят, как бы, они в воздухе, но они стоят, они не движутся. Несколько вертолётов. Эти сирены. Детей давай эвакуировать. У меня где-то даже видео есть, я сюда проезжала, когда детей эвакуировали. Это было что-то. Это было что-то. А потом оказалось всего лишь навсего. Перекрыли все дороги сюда, подходящие сюда. Вот оно, большое футбольное поле. Школьное. Когда Ники у меня жил. У нас жил Ники, наверное, ну, чуть меньше года. Мальчик из Москвы. Мы с мамой познакомились. Она смотрела мои видео. Саша её зовут. Потом так подружились. Мы сейчас просто как одна семья. Так подружились. И вот он у нас жил меньше года. Чуть-чуть, да. И вот он бегал сюда всё время. Каждый вечер бегал с ребятами играть. То в футбол там, то ещё, то с девчонками. А я же тоже дома сижу, дитё одно. И телефон у него как бы всё. И всё равно. Я бегала, его забирала и вела домой. Чтобы не приведи Господь, с ним ничего не случилось. Вот такая я ответственная. А его мама приехала с ним. И мне написала, что Людмила, мол, не могли бы мы встретиться. Мы встретились. Я приехала к ним в гостиницу. Я сразу на них посмотрела. Они сразу стали родные. Вообще обалденные, конечно. И она говорит, я приехала, хочу ребёнка оставить. Вроде как был договор с какой-то русскоязычной семьёй. Ну, чтобы он в школу пошёл там и всё это прочее, прочее. И она стала звонить. А что-то там у них не срослось. Она говорит, что же делать? Я говорю, подожди. Я прихожу домой и Дугласу говорит, давай мальчика возьмём. Ну, за деньги, понятное дело. Она платила на тысячу долларов в месяц. Дугласу поначалу вроде нет. Нет. Ну, чего ты нет, каишь? Чего ты? И вот таким образом мы всё-таки договорились. Он согласился. И Ники жил у нас несколько месяцев. Я его тут же оформила в школу. Сделала ему все прививки. Кстати, прививки все бесплатные. В школе абсолютно спокойно его приняли. То есть я ему сделала место жительства, прописку. А сейчас они уже получили гражданство с мамой. Дом на продажу. Прямо рядом со школой. Вот он, стадион рядом. Ну, тут шумно очень, дорога. Вот такие домики тут стоят. А я всё иду. Глаз не отведу. Ду-ду-ду. Та-ра-рам, пара-рам. Мне ещё шуровать и шуровать. Ладно тебе гавкать. Ой, да ладно тебе гавкать. Ой, ой, ой. Какой большой участок, большой какой дом. Да ладно тебе. Гавкучка, гавкучка. Вот и стоят с другой стороны вот такие тротуарчики. Вот дяденька едет по тротуару. Это гораздо лучше ездить по тротуарам, чем ездить по дорогам. А тут затопление у них небольшое. Вообще без забора. А там дикие джунгли. Прямо кусками, кусками дикие джунгли. Новенький дом кто-то построил совсем недавно. Свертики поют. В комьюнити такое громадное старое дерево. Вон оно какое всё поросшее. Вон оно. Красота. Блокрик. Чёрный ручей. Чёрненький ручей. Чёрненький ручей. Боже, как красиво. Цикады поют, и сверчки поют. И деревья такие красивые. Это фикус, что ли, такой громадный? Да, фикус. Фикус, самый настоящий фикус. Какие громадные листья. Вау. Я таких фикусов, если честно, громадных не видела. Церковь. И сейчас вот здесь будет вторая. С левой стороны. Исаак. Католик Чёрч. Катлик. Катлик Чёрч. Вон она какая красавица, церковь. Вот одна Виста Чёрч. И вот следующая. Тут у нас выборы президента происходят в церквях. И вот такой ручеёк. Вот вся Флорида в таких ручейках и в озёрах. По мустику иду. Вон он. Такой же ручеёк. Не дошла я до Дани, не дошла до озера. Там такое озеро красивое. Он мне позвонил. Бабушка, прости, я не позвонила. Так поздно, я уже на полпути к тебе. Вот буду сейчас вот здесь ждать, чтобы он туда заехал. И я сяду в машину. Или вот сюда просто подгонит машинку и всё. Сюда редко машины ходят и заезжают. Тем более выезжают. Вот так вот. Дождь пошёл. Кипалки-палки. Сейчас буду мокрая. Я даже не подумала о том, что если пойдёт сильный ливень, что это вообще будет. Это не он случайно едет? Нет, не он. Да, пошёл дождик. Ну где это моё солнце, моё счастье? Сейчас по жопе получишь. Даня, чтобы мне позвонил. Заехал в какой-то гейтед комьюнити. А у него закрылись двери. Он не может выехать. И звонит мне, бабушка, не могу выехать. Я пошла ему навстречу. И вот туда навстречу он говорит, всё, уже выехал. Уже еду за тобой. Вот сейчас я его жду. Где он, красавец мой? Ну, давай, дождик такой мелкий-мелкий идёт. Не успею промокнуть. Ну давай, Данёк, ты где? Ну? Фары. Я же сказала, включай фары. Сюда, сюда, сюда. Даня, где твои фары? Продолжение следует...